Когда я была тёлка, я сделала сиськи. Булимия у тебя тоже была. У меня такое сердце. Боже, я сейчас умру. Можешь потрогать мужчину за член. Я продолжаю взывать рвоту в свой трещинский унитаз. То есть это, в принципе, норма была. Давайте быть честно. Ты просто не хочешь отказаться от этого автомобиля, от этих сумок и от этих ресторанов. Ты на шоу Дурнева? Мне показалось, или это пролетело? Какая-то искра между двумя. Слёшь ли? Да. Это очень крутое чувство. Как развивались ваши отношения? Да хорошо развивались. Кроме того, что меня сегодня никто не будет. Сегодня моя героиня, супермодель Наталья Гоцый. Привет. Привет. Аня. Очень приятно. Всё. Готова? Да. Так быстро, за секунду? Да. Ну вот сейчас вот это вот. С ума сойти. Наталья Гоцый. Украинская супермодель, покорившая мировые подиумы и ставшая лицом многих супер-брендов. От Ив Сен-Лоран до Лореаль. Она зарабатывала миллионы долларов, но вмиг потеряла карьеру, заболев анорексией. И шокировав мир как модель, которая не может есть. Спустя годы Наталья сумела вернуть здоровье, карьеру и стать мамой двоих сыновей и дважды разойтись с мужем. Этим летом она радикально сменила имидж, обрезала длинные волосы, удалила импланты из груди, запустила свой ютуб-канал «Быть Гоцый» и покорила Лёшу Дурнева, став гостьей его шоу. Представляете, у тебя пальцы красивые. Спасибо. Да. Давай, может, их куда-нибудь применим? Я не против. Ребят, сворачивайся, поедай. Вот непростой я фрукт. Думай, думай, Лёшка. Так классно с тобой было. Спасибо. Вообще. У меня такое ощущение, что надо, чтобы что-то было уже. Угу. Наташа. Я. Спасибо большое, что ты пришла. Только я Наталья. То есть Наташ не могу говорить, да? Лучше Натали. Натали. Можешь. Наталья. Просто для меня Наташа, это когда меня вургать хотят. Наталья, спасибо большое, что ты пришла. Вы знаете, у меня максимальную эмпатию и восхищение вызывает тот фактор, что ты настоящий борец. Ты прошла через крах карьеры, через развод. И вот сейчас тебе 36 лет. Да. Ты, наконец, ты востребованная модель. И вот знаешь, ты такой настоящий мотиватор для многих девушек в плане спорта, в плане питания. Привет. Сегодня я для вас приготовила комплекс функциональной тренировки, который задействует максимальное количество мышц. По поводу старта твоей карьеры. Расскажи, как вот ты прошла путь, вот такой вот честный путь от простой девочки строящины до топ-модели с мировым именем. Слушай, на самом деле, эта работа, эта профессия, она сама меня выбрала. Я никогда не делала на нее ставки, никогда себе не оценивала как красотку. Ни в коем случае. Мне сейчас говорят, что вы красивая, я краснею. Потому что... До сих пор? Да. Юношество я занималась в водном поле, весила 70 килограмм. У меня были вот такие плечи, вот такие руки. Метр восемьдесят я была. Метр восемьдесят. Да, и я была такой прям здоровенькой. Знаешь, я не понимала достоинства, связанные со своим ростом, со своими губами, волосы меня раздражали. Вот все какое-то мне казалось в себе несуразное, плюс это и сейчас осталось, я очень неуклюжая. Ну, то есть, если я за день что-то не разобью, не разорюсь. Сегодня я просто пятно поставила в первые пять минут, и классно, я легко оделась. На сегодня все. Вот. А так-то обычно, особенно если это касается там рядом человек, который мне симпатичен, я его обязательно оболью. Ну, это просто классика. И я себя самостеснялась. Ну, и агентство в тот момент мною заинтересовалось. Я прям тогда еще маленькая была, лет пятнадцать. И я начала делать какие-то работы. Ходить здесь на Ukrainian Fashion Week, делать какую-то коммерцию. Я помню, Масло Олейна, там, Пантин Прови. Ну, вот такое вот, брать какие-то работы. У меня были шикарные длинные волосы. Вот. И, но все равно я продолжала учиться в школе, тренироваться. И это не было моим, знаешь, таким увлечением. Когда мне позвонили из агентства, сказали, что будет проходить конкурс. Но это не конкурс красоты. Это чуть другое, да? Это модельный конкурс. Агентства выбирают, кому они дают возможность заработать. Подведут каждому дизайнеру, стилисту, фотографу. Твоя задача соответствовать и оправдать. И они мне позвонили, сказали, девочка одна заболела. И нужна одна участница. Можешь подменить? И я так зашла на собеседование. А тут люди говорят на английском. И я могу показать, что я тоже умею. Потому что мы жили бедно. Мама сдавала комнату репетитору Людмиле Николаевне, которую там могла переводить с двух до шести своих учеников. И весь день фоново шел английский. За это она с нами занималась. Ну и плюс я слышала. И я захожу и говорю И они офигели. Когда был финал, и сказал этот американец или француз, что вот Наталья Гоц, и она вообще из двойна, у всех был шок. В смысле? Я подумала, ура, один раз в жизни у меня будет шанс со своей троечины посмотреть Нью-Йорк. Но потом же началось. Все начали собирать на билет. На билет денег нет. Собрали там, нашкрябали. И так я полетела в Нью-Йорк. Прилетела в Нью-Йорк. Там уже все сложнее. Было 37 конкурсанток. Вот. И все они с мамой, с папой, с букером, и с братьями, с сестрами. И я одна. Американцы такие... Какая она крутая, сильная. Приехала в Нью-Йорк одна. Вот тут вот всем раздач. А она не понимает, что у нас денег нет. И ты такая простая приехала. Как ты не растерялась? Я адекватно оценивала, что... Ну, у меня в голове было так. Наташ, просто смотри, кайфуй, наслаждайся. Это мой первый и последний раз в этом городе. Что второго такого шанса у меня не будет. Ты не уверена в себе без денег. И вот ты киши. Была, была. Тогда. Если бы я тогда была уверена в себе, то я бы просто порвала все. Я приходила на кастинг и уже с пониманием, что есть девочки лучше, которые там за дверью. Вот знаешь, я сейчас вспоминаю такой момент, когда мне в интервью Снежана Анопко рассказывала, как она нашла общий язык с очень влиятельной женщиной. Она пришла просто с такой же сумкой Шанел, как и была у, собственно, менеджера, который дальше дал ей билет в жизнь. Давай так. Снежана попала в Нью-Йорк, когда у нее уже здесь был определенный бюджет, условия. И это чуть по-другому. Давай возьмем Снежану из Севердонецка и отправим в Нью-Йорк. Это другая была бы Снежана, да? Вот. Я просто к тому, что мы чуть-чуть в разных обстоятельствах с ней абсолютно были. Если бы я тогда, наверное, была сейчас и могла зайти с сумкой Шанел, а я заходила с пластиковым пакетом. Поэтому это чуть-чуть по-другому. Чуть-чуть совсем. Чуть-чуть, да. У меня были одни джинсы и одни кроссовки, которые я занашила за братом. Поэтому, ну, вот чуть-чуть все по-другому. И это совершенно другая уверенность в глазах. И ты по-другому. Но я же тебе говорю, мне толчок все равно дал осознание того, что я здесь первый и последний раз. Нужно расслабиться, не напрягать людей своими тупыми вопросами. Типа, where are we going now? Where will have a dinner? Бла-бла-бла. Ну, то есть зачем? Пойдем куда пойдем, поедим, когда поедим. Ну, что поменяется от того, что я буду ходить, задалбывать людей? Этими вопросами, как это делали другие участницы. Вот. И все, я выиграла конкурс. И после этого я полетела в Украину делать визу. И сказала, мама, все, началась моя карьера. Или как было? Да нет, я вообще не понимала, что происходит. Я просто была... Или там, заживем, сейчас будут у меня гонорары. Нет, нет, я вообще в тумане была. Это я потом поняла, когда в первую фэшн веке я сделала там, типа, около 50 тысяч долларов. А справили на карту или на личную? Нет, в агентстве всегда аж чек дают. Я их начала обналичивать. Начала, ну, прям приезжать с полными. Говорю, мам, надо в строящину переезжать. Мама говорит, нет, мне здесь нравится. Ну, и все, пошли квартиры, машины. Я начала максимально вкладывать в свою семью, чтобы они вообще ни о чем не переживали, не думали. Ну что, сейчас я тебе все покажу, как проходило детство супермодели. Вот мой дом. Пойдем, я тебе покажу свой подъезд. У тебя ручки дрожат? Нет, я к бабушке заезжаю. Она здесь по-прежнему живет. Бабушка в этой квартире сейчас живет по-прежнему. Да, бабушка живет. Если бы не коронавирус, и она не была женщина преклонных лет, мы бы к ней обязательно сходили. Я покажу тебе дорожку, по которой я шла в свою первую школу. Вот эта? Школа номер 250, да. Класс. И за этим забором, вот так по кругу я бегала первые свои кроссы. Да. Отец меня к этому заставлял, короче. Хотела сказать, что это красиво. Ну да. Ну, я страдала в детстве от головных болей, потому что я росла сильно, развивалась быстро. И из-за такого скачка я в год росла сантиметров на 10. Вот, была самая высокая. Из-за этого у меня были головные боли, и мой отец, скажем так, брал меня. И мы в мороз, не мороз, снег, не снег бегали. Ну вот примерно вот так вот. Ты здесь родилась? Да, я здесь родилась. И до какого возраста? До 12 лет мы здесь жили. Вот. Давай здесь присядем? Давай. Да? Давай здесь присядем. Скажи, пожалуйста, у тебя вот какие воспоминания, связанные с этой квартирой? Не самая лучшая. Не самая лучшая. Я здесь не была счастлива. Тебе больно вспоминать о твоем детстве вот здесь? Да, было много боли физической, душевной, непонимания. При папе нельзя было разговаривать. Почему? Я его раздражала, как объект. Когда приходил папа, мы просто молчали и сидели в комнате. И нельзя было, не знаю, тьмякать, когда мы едим, или ронять что-то, или кружку ставить громко. Для того, чтобы на всякий случай его не раздражать. То есть большая часть моих комплексов – это результат того, что мне так и не объяснил никто до сих пор, почему мне нельзя было как ребенку веселиться, резвиться. Почему меня закрывали в комнате? Почему меня били? Ну почему так? Что я делала не так? Наташа, а с какого возраста началось, скажем так, семейное насилие в твоей семье? Мне кажется, оно всегда было. С пяти, с четырех? Всегда? Ну, наверное, всегда. Но мама всегда выгребала. Мы, наверное, чуть попозже стали с братьями. То есть он вначале, твой отец поднимал руку на маму? Да. Наташа, а как он руками, ногами бил? Как это, как, в общем, мужчина? По-разному. По-разному. Разбивал голову, разбивал лицо или как? Ну, мне нет. Маме? Маме, да. И ты бы все это наблюдали, да? Да. Мама ходила в больницу, там, не подоглазала? Нет, мама дома отлеживалась. Все отлеживалась? Да, мы за ней ухаживали. Да. Брат тебя не защищал вот в таких конфликтах? Защищал, конечно. Он вступал в драку с папой? Он выгребал бойся. Или как это было? Нет, ну, он тогда был маленький, он еще не мог толком в драку вступить. Когда отец поднимал руку на тебя, ты куда бежала? С подъезда? Нет, мы никуда не бежали. Мы с братом забивались. Ну, а смысл угодно бежать? Понимаю прекрасно, что будучи ребенком, я никуда не убегу. Мы живем тут в каменных джунглях, не знаем толком соседей. И как ты терпела побои? Да, все терпели, и что? А что ты в школе рассказывала, когда у тебя были в синяках руки? Мы ничего не говорили. Тогда это постсоветское пространство. Это совершенно другое отношение и видение, и это троещина. И слушай, здесь вон, с соседнего подъезда, мне было лет 10, девчонок вперед ногами выносили от передозировки. Это в тот момент я поняла, что я никогда не буду пробовать наркотики, потому что вот в этих домах вот девчонки их выносили голыми, а не просто под простынями, и голые тела, руки, сиськи, все вот так висело, пена изо рта, их выносили. Тут столько было, ширялись вот там на этих лавочках, на детских площадках. Поэтому это было, ну слушай, это гена, в котором я выросла, куда бежать, чего бежать. Мы потом жили на одной жилплощади, но уже не общались. Вот, близко. До какого возраста вы с папой жили? До 12. С папой до 12, а потом мама с папой разошлись? Не, они разошлись раньше, просто мы жили на одной жилплощади, потому что не могли разъехаться. Вот, были с заложниками. Был период, я потом переехала глубже на Троещину. Блин, мы были так счастливы, мы были так счастливы втроем. Лучше на матрасе, в однушке, втроем, с гречкой, без денег. Нам было очень круто. Мне кажется, я начала, знаешь, зажиматься. Извини, я просто... Ты вспоминаешь просто, и у тебя сразу же... Ну да. Ты хочешь спрятаться просто. Слушай, ну это заняло очень много лет, мое восстановление общения с отцом. Просто до 12. Я с ним начала общаться уже после второго ребенка только. То есть в 24 я пыталась, ходила много на терапию, прорабатывала, но мне все равно не получалось. Я видела его, я его ненавидела. Вот, это ужасное чувство, потому что... Ну, по сути, он, ну, дурак, ну, наделал кучу ошибок. И хотела бы, чтобы он это видел, потому что я ему все простила, я его очень люблю. Ты знаешь... Он пил? А? Пил? Нет. Папа вообще на спорте, на зоже. Он сейчас такой спортивный, сухой. Вот. Я очень, кстати, на него похожа внешне и по характеру. Вот. Хотя я не агрессор. Слушай, ну, ведь все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Не убил и, слава богу. Пошли, я тебе покажу еще что-нибудь. Вот этот отрезок, он дал мне стержень, потому что отец мне никогда не оставлял выбор. Ну, внутри, наверное, я себя ощущаю таким сильным парнем. Ну, я имею в виду внутри пацаном, да. То есть, таким пацаном в натуре. Как это на троящине. Ладно, хорошо, давай теперь про этот. Первая сигарета. На 14 этаже я выкурила свой первый косяк. Во сколько лет? Ну, вот в 12. До 12. Да, ну, это же троящина. На какой год карьеры ты уже купила себе квартиру в Киеве? А я сразу проинвестировала. Вот сразу? Да. Получила первые, ну, первые лонарары? Вот первые эти я сразу проинвестировала в квартиру, которая у меня есть на YouTube-канале, Room Tour. Эту квартиру я, я ее проинвестировала в 2005 году. На Печорске, да? Да, на Печорске, с видом на родину-мать. И вот в один момент случился скандал, анорексичный скандал. Расскажи, как это все произошло? Ну, я начала загоняться. Я почитала книгу про голодание Малахова, решила, что я должна обязательно поголодать. Потом я подумала, зачем вообще есть, если можно просто голодать? Вот. Потом я начала развлекаться, насколько я могу похудеть до вечера. Летать с весами в чемодане. А ты чувствовала эту потребность похудеть? Тебе кто-то говорит? Нет, важный момент, что это модельный бизнес. Прилетаешь, допустим, из Нью-Йорка утром в Париж, тебя на мотоке забирают в студию, ты работаешь, тебя на мотоке доставляют, и ты летишь дальше опять в Америку, там у тебя другая, ты опять прилетаешь в студию. Я устала, у меня болит лицо, у меня началась аллергия. Ну, я просто хочу, я просто хочу всех убить. И ровно через 10 минут мне звонит агентство и говорит, Наталья, клиент just call us, you're not happy. Why? You should be happy. И все, потому что ты должен зайти в студию и сказать, Hi, guys, how are you today? I'm Natalia, I'm so nice, walk with you. И вот это вот, ты должна вот это вот все продавить, пусть даже у тебя слезы будут катиться, потому что клиент должен чувствовать, что ты happy. Если ты unhappy, сам ты не хочешь. А у американцев это в крови, а для нас это считается таким лицемерием, когда ты ударил. Лицемерие, конечно. Ну, а у них, значит, что-то не так, и они звонят в агентство и говорят, что ну как бы все хорошо, но мы моделью недовольны, потому что она в плохом настроении. Агентство, по сути, тебя выжимало как лимон, да? Да, ну, я не могла никому сказать, что я устала, мне тяжело. Я просто не хочу работать, я хочу выходной, да? Но уже я попала в Париж. Стефано Пилати тогда еще был. И они просто с главным стилистом. Она такая француженка, всегда с сигаретой, серое лицо, серые волосы, пучок водолазка, пиджачок такой. И вот она вся такая мега-мега худая. Но они такие, о май гад, их трясло от вот этой худобы. Тебя вдохновляло на дальнейшие еще результаты? А мне нравилось, что у меня прутся, типа, блин, кайф. Ну, то есть вообще просто. Ну, и потом еще годик в этом состоянии, и я уже понемногу у нормальных дизайнеров начала, понятное дело, терять контракты. Я могу спросить, что ты ела тогда? Ты говоришь, ты летала с весами даже. Я ничего не ела. Ты вообще ничего не ела? Ну, типа, я для себя определила. Я еще такая радикальная во многих моментах девочка. Это тоже у меня с детства. У меня есть хорошо и плохо. Золотой середины нет? Нет, не было. Что ела? Листик салата? Я для себя... Нет, я для себя определила, что для того, чтобы функционировать, мне будет достаточно 5 креветок в день и стаканчик малины. Не знаю, почему эти продукты. Ну, и черный кофе, и пачка сигарет. Вот, не знаю, почему эти продукты. И сколько ты в таком питании, в таком режиме питания прожила? Ну, вот, точно. Даже, может, чуть больше. Потом я еще добавила сок лимона. Не знаю, зачем, но я приходила в любое заведение и просила лимонный фреш. Ты с кем-то советовалась вообще? Нет. Я ни с кем не советовалась, но у меня все тело было покрыто в экземах таких, знаешь, таких ранах. То есть я представляю, что у меня было внутри, когда я внешняя. Ну, слушай, как минимум, знаешь, я не употребляла на наркотики. Это уже хорошо. Да, конечно. Вот. И когда, конечно, уже получился этот весь скандал с моими фотографиями. Показ «Гилля Раш», когда он на меня одел вот такое вот платье. И когда он на свой показ, при всей его любви ко мне, я уже работала для него там шестой сезон, очень много для него всегда работала. Но для него, конечно, был шок, потому что платье он для меня пошил, зная меня уже хорошо. И, конечно, когда он, зная меня, что я такая вся спортивная, нормальная, я приехала к нему, свечусь. У меня от булемии там уже мешки черные, вот эти вот глазища, лицо уже от голода вот такое огромное. Но как бы мне кажется, что ему стоило от меня отказаться в тот момент. А он меня выпустил на подиум в этом платье, и кто-то из присутствующих уже ужакнулся, и просто они подали куда-то на рассмотрение, может, мне есть не дает. Если меня не убивают, если надо мной не издеваются, потому что я людей испугала, у меня рука была, ну вот как, я не знаю, вот как, ну прям совсем страшно. Вот, то, конечно, меня агентство говорит, Наташ, ну мы, они старались меня лечить, они обязали меня есть, но я не могла уже есть. Я просто не могла есть, я просто еду не воспринимала, я не понимала, зачем она. Они мне прислали еду каждое утро, вот у меня приходила сумка с судочками, где был там рацион, я ходила к психологу, ну что они только, они мне представляли человека, который следил, чтобы я это все ела. Ну, господи, мне вообще силой мысли могла вызвать булимию, мне это типа... То есть булимия у тебя тоже была? Она у всех моделей в то время была. То есть мало того, что ты ела пять креветочек, так еще и... Да. То есть, по сути, ты ничего не ела год. Не, ну креветочки я оставляла. Зачем? Мочегонные препараты? Мочегонные обязательно, как же. Фуросимид до потери сознания. Потому что в Америке ты не найдешь такое сильное мочегонное. Но это убивает сразу, потому что оно выводит все микроэлементы, и на пятый день на фуросимиде девочки теряли сознание на примерках. А скажи, пожалуйста, вот на многих фотографиях у многих моделей вот такие как бы подпухшие глазки. Это вот от этого, от мочегонного? Ну, это чаще либо мочегонное, либо булимия. Потому что, когда вызываешь рвоту вниз головой, у тебя отек. И лопаются сосуды, и, соответственно, всегда чуть-чуть отекшие глаза. Ну, вот ты говорила о том, что ты убирала синяки под глазами. Это связано с этим или нет? Ну, они у меня вообще, в принципе, генетические были всегда. Да, да. Просто, когда ты, допустим, после рвоты, ты выглядишь как после рвоты. Ну, как бы что-то говорить. А когда это рвота ежедневно? Да, когда ты... На протяжении... Трех раз в день. Трех лет, на протяжении трех лет, да? Да. Тебя просто все время, вот. И, кстати, еще кто висит на булимии, у тех выдают вот тут у них всегда такие эти... На пальцах от зубов, знаешь? Ну, типа же, провоцировать надо. У них всегда метки такие, девчонки. Мы прям друг друга узнавали сразу. Наша пошла. Вообще, на самом деле, были такие прикольные съемки, когда брали гигантские студии и много моделей, и они снимали там за два дня очень много материала для того, чтобы для веб, для каталогов, для каких-то презентаций и всего-всего. И классно, когда в таких огромных локациях объединяют. Все мы едим в столовке. Ну, и, соответственно, потом очередь из моделей в туалет. Ну, потому что все модели... Блин! И все модели стоят. А визажисты, знаете, сейчас всем перерисовывают лицо, потому что все будут в хлам. Ты серьезно? Но это было такое время. Это было очень смешно. Вот. И все... Никто не комплексовался. Все знали, что все идут... То есть, вот, знаешь я к чему, что это такое, с одной стороны, там, и лицемерие со стороны агентства. То есть, это, в принципе, норма была. Да. Там все знали о том, что... Нет, ну, подожди, кто-то худел на кокаине. Ну, то есть, были модели, которые там, опять-таки, не буду говорить имена, но были модели, которые непосредственно за 2-3 недели до показов брали кокаин и просто жили на нем. Ты приходишь на кастинг, она там ищет что-то, у нее раз, пакетики выпадают. И это норма тоже для них. Кто-то жрал там таблетки хидроксикат. Ну, прям, у каждого были свои методы. Это таблетки для похудения, правильно я понимаю? Да, таблетки, да. Но от них, знаешь, как я один раз съела, такая, лежу вечером, знаешь, вот так лежу, а у меня вот такое сердце. Дуф, дуф, дуф. И я такая, боже, я сейчас умру. Ну, потому что такая тахикардия. Ты видишь, как бьется твое сердце, ты его видишь вот тут. Извини, за такой вопрос, там, месячный это был? Месячный, год уже тогда не было. У тебя это никак нет? А их вообще, в принципе, модели очень редко они есть, потому что мы всегда находимся в дефиците. То есть, критический вес это 59-400. 59-300, все, у меня все пропадает. А тогда? Тогда я весила. Ну, рабочий мой вес был всегда 54-55 килограмма, а вот тот самый минимальный был 46. Вот, это самый минимальный. С ума сойти, приростный метр восемьдесят. Да. Сколько ты сейчас весишь? Сегодня утром я весила 60 килограмм 400 грамм. То есть, ты каждый день взвешиваешься? Нет, ты что? Я не взвешивалась лет 10 вообще. Ты перед интервью решила зафиксировать? Нет, мне интересно. Набрала там или не набрала? Нет, не похудела ли? Я вообще не переживаю за пронабрала. Мне главное не похудеть. 2008 год. Случился скандал. Да. Тебя отправляют в Киев. К этому времени сколько ты денег заработала вот за три года в Нью-Йорке? Судя по тому, чем я уже обладала, то пару миллионов заработала. Пару миллионов долларов, да? То есть, ты приезжаешь в Киев с большими деньгами, звезда мировых подиумов и что? И ничего. Я продолжаю делать какое-то время все то же самое. Только в Украине. На кухне, на троещине, да, вызываете работу в свой троещинский унитаз. И так продолжаю существовать. Ну, как бы не жить, а просто делать все то же самое. И все. Поворот был событий, когда я совершенно случайно познакомилась с парнем, и он меня как-то вернул к жизни. Это произошла такая судьбоносная встреча с мужем. Да. Вот. Своей заботой. Вот как-то он мне там, ты будешь есть. Я начала есть. Пошла на терапию. Начала чуть выравниваться. А до этого у тебя были отношения? Нет. В Нью-Йорке где-то? Нет. На них нет времени, не было времени, на них не было сил, на них не было эмоционально. Знаешь, ну, потому что отношения, я человек такой, опять-таки, возьмем мои две крайности, да. Я либо врываюсь и полностью заполняю собой, и этим человеком заполняю свое пространство, либо не делаю этого вообще. Вот это восстановление от твоего похудения до беременности, это ведь прошло совсем немного времени, полгода. Как ты восстановила? Да это вообще просто коженька дал. Как ты вообще родила? Мне гинекологи говорили, вы никогда не родите вообще, у вас там киста, вы не выносите, посмотрите на себя, вы серы, у вас вообще гемоглобин валяется. В итоге у нас родился замечательный сын, но отношения у нас не сложились. У него было, знаешь, его представление о женщинах чаще всего в те годы, 2008, 2009, 2010, у нас как? У нас бралась симпатичная, красивая девочка, на ней женились или начинали с ней отношения, делался ребенок, и потом мужик идет дальше, да. Он берет уже следующую девочку, а эта уже сидит дома в соплях, высматривает на сайтах, где он там тусил вчера, в каком Авалоне был, или там на Ибице в Одессе. Ну, то есть это так, девушка лишается каких-либо прав, там, разговаривать, выражать мнение, там, а можно я с тобой поеду, а нет, нельзя, ты сидишь дома, я с пацанами, вот это вот, вот это вот все. Ну, с Русланом так не случилось, то есть он, возможно, захотел тебя посадить дома, вот эту целеустремленную, амбициозную, и посадил. Я все равно считаю, что это... И ты, возможно, это приняла в какой-то степени. Да, мне это даже понравилось первое время. Так, помнишь ли ты тот момент в отношениях, когда ты поняла, что не все так идеально, как ты представляла эту картинку с семейной жизнью, я имею в виду? Да, я собрала вещи и ушла. А что стало вот последней каплей? Я сделала ужасную вещь, такое вообще делать нельзя. Сделай. Да, сделала, распечатала, заказала в СБУ распечатку телефона. Так, и ты увидела все СМС-ки, да? Ну, все это было достаточно, да. Звонки. Одной девушке или многим? Ну, одной было достаточно. Ну, до этого было, я так понимаю, много поводов просто там. Руслан не приходил домой, да, то есть ты как бы уже была вот это накопленное, да? Да, оно было где-то накопленное. Год за год, да? И что ты почувствовала? Скажи, пожалуйста. Да ничего, я вообще человек, вот я могу... Ну, я не верю тебе, что ты ничего не почувствовала. Год назад ты родила от этого человека. И что? Как он мог так с тобой поступить? Ну, мог, но не знаю. Я не умею разговаривать с мужчинами. Ты с ним не общаешься? А ты почему думаешь, что я разворачиваюсь и ухожу? Потому что я так и не научилась разговаривать с мужчинами. Я не могу сесть разобрать. А по сути, если мой психоз, на чей-то психоз выйдет большой психоз, предпочитаю смыться, слиться и все. Наверное, еще те обстоятельства, что я все-таки финансово независима, дают мне возможность принимать решения очень быстро и действовать в своих интересах. Вот это же все-таки бесценно, понимаешь? Вот когда девочки рассказывают, я там не могу от него уйти. Блин, давайте вот честно, ты просто не хочешь отказаться от этого автомобиля, от этих сумок и от этих ресторанов. Уйти можно всегда. Вопрос другой. Готова ли ты пересесть на время в метро или в арендованную автомобиль, или отказаться от салонов, делать дома самомассаж? И ты собираешь вещи, покупаешь билет в Нью-Йорк? Да, я полетела в Нью-Йорк красивой, зрелой, цветущей. И с безумной жаждой делать деньги. Платили уже не так топово, но я начала опять сумасшедший график летать, только уже в новом теле. У меня появились немного бедра, я стала больше снимать белья, купальников. Но как-то стала все равно более женственная. Как часто летала домой, как часто видела сына? Вот с этим у тебя были сложности? Постаралась прям вообще. Если я где-то в Европе, я тут же после съемки брала билет и летела. Ну, из Нью-Йорка летала раз в две недели. Ну, я летала туда-сюда. То есть для меня перелет, Киев-Нью-Йорк, Нью-Йорк-Киев, это было просто как люди добираются с Троещины куда-то или там с Бойерки на работу. А скажи, пожалуйста, булимия продолжалась в это время? Нет. Нет, 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 я уже выросла, я переключила фокус внимания. У меня был ребенок, понимаешь? То есть до этого у меня было только мое физическое тело, пустая душа, пустое окружение. И я не знала, на чем сфокусироваться, сфокусировалась на себе. Здесь у меня был ребенок, и я подумала, малой, у тебя нет выбора, ты будешь моей путеводной звездой. Хорошо, ты в Нью-Йорке была вот в это время. Не пыталась построить, ну, или не удавалось ли тебе построить новые отношения? Нет, вообще совершенно не хотела отношения. Ну, ты знаешь, как панацея от старых, это новое. Новое? Нет, у меня панацея была работа. 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 Я сама, я работала три года, работала много, приезжала сюда, в Киев, здесь, здесь. Я была еще не в том возрасте. Все равно, вот, все равно, ну, это либо дано кому-то прям, прям с раннего возраста, либо уже женщины оценивают секс как удовольствие с определенного возраста. Наталья, ну, не лукавь, ведь после рождения ребенка, мне кажется, женщина очень сильно раскрывается. Я это говорю как мама в сексуальном плане в первую очередь. И как, вот после рождения ребенка ты такая, знаешь, пышущая, цветущая. Я сфокусировалась на работе, я же тебе говорю. Угу. Вот. Или не хочешь говорить просто об этих отношениях? После второго, да, я раскрылась для себя. Как возобновляется отношение снова с Русланом? Что тогда он сделал, чтобы ты родила от него второго ребенка? Ну, у нас ребенок уже, который задает вопросы, которому уже, там, три года. Мы, то есть, допустим, три года вообще не виделись? Не виделись, не слышались. С ним? Ну, да. Вот. Вот, когда ты ушла. Да. Мы делаем какие-то, не знаю, там, ребенку день рождения. Вот. И у нас появилась опять симпатия. Вроде нам показалось, что, в принципе, мы можем быть интересны друг другу. А как ты простила? Кого простила? Руслана простила. Да мне не за что было его прощать. У меня же не было на него прав. Люди не сдаются в рабство. И они сами принимают для себя решение, как поступить. Он все равно не был мне неприятен. По сути, такого, чтобы там чего-то, что я не смогла бы пережить. Да, он разочаровал меня в тот момент. Вот. Но, слушай, Руслан не самый вообще просто, ну, какой-то ужасный. И он детей не ест, чтобы в него не влюбиться повторно. Он классный парень. Он повзрослел, он был совершенно другим человеком. Он стал более таким, знаешь, осознанным мужчиной. То есть ребенок это получилось, скажем так? Боже, он такой чудесный. Тамерлан – это вообще самый удивительный во всем мире ребенок. Просто очень оригинальные имена. Первый – это Спартак. Спартак. Спартакус. А второй – Тамерлан. Так. Почему такие имена? Ну, у нас договоренность была, что если мальчик выбирает имя Руслан, а если девочка – выбираю я. Вот. Ну, он сказал, пришел, сказал, говорит, это Спартак. Я говорю, окей, Спартак Русланович работает. А второй – он говорит, это Тамерлан. Я говорю, это вообще еще лучше. Как развивались ваши отношения? Да хорошо развивались, как у людей, у которых родился ребенок. Классно. А потом… Началось то же самое, та же история, как у нас первая. Поговорили, и мы понимаем, мы, знаешь, мы как бы, наверное, пришли просто к тому решению, что хорошие родительские отношения, вот классные родительские отношения, партнерские, они намного дороже, чем ты моя, я твой, и сюда иди, туда не ходи, туда не смотри, телефон покажи, и вот это вот все. Руслан, сам по себе, он собственник? Ревновал он тебя к чему-то? Нет. К твоей карьере, к кому-то? Ну что же, я вот это вот запуталась с утра, не могу… Это мне дети сделали браслетик, и не могу расплести. Руслан, собственник, он очень трезво мыслящий. Мы типа его женить хотим, девчонки? Ну не знаю, серьезно, но хороший парень. У Руслана сейчас уже есть своя семья, или он так же… Нет, у него нет семьи, у него, по-моему, есть девушка, не знаю, если та же, которая была до нее, но есть, ну слушай, молодой парень, хороший парень берите. Я по-доброму, но он очень хороший парень. Вы идите сейчас в Одессе? Да. Это они на лето уехали, или они… Нет, нет, это не на лето, у них там дом, у Руслана там дом классный, сад, пляж, выход к морю, и… Детки там живут с персоналом, а мы ездим наездами. Ну то есть я вчера вернулась, Руслан вчера поехал, потом он вернется, и я поеду там. Он поедет со своими родителями, потом я со своими… Разочаровывали ли тебя мужчины, и как часто? Ну разочаровывали, конечно. Это были вот следующие отношения, которые после Руслана? Да, следующие, потом еще… И следующие. У меня была череда после второго ребенка, череда странных отношений, очень странных, очень разных. Они все были длительные, там год, полтора, два, но они все были очень странные. Я поняла, что я… они меня травмируют еще больше. Ты не разочаровывали. Вот в чем можно разочаровать Наталью Гоц? Чем можно разочаровать? Обманом. Обманом. Я ненавижу, когда врут. Блин, если ты женат, ты просто будь женат. Если женат. Скажи, слушай, куча телок, извините, девушек, которых это устраивает. Абсолютно согласно. Абсолютно устраивает. Такое предательство, да, когда мужчина не говорит, что женат, и как ты узнала? Он жил не в Киеве. Иностранец? В Москве. В Москве. Да. Я прилетела, ехала с аэропорта домой. Он говорит, нет, давай ты сегодня в отеле останешься. Я говорю, что? Ну вот, а получается и жена прилетела. Одновременно прилетели-то. Но это уже так всплыло. Тогда ты взяла билет, сразу улетела или ты пошла на разборки? Вот какая? Нет, нет, Наташа сразу уходит. Сразу уходит, вообще сжигает. Наташа уходит сразу. Я не разговариваю. Он пытался наладить контакт? Да, ну... Без шансов? Ну да. Я так всегда с людьми расхожусь. И так вот просто сжечь мосты. Да. И все. Не знаю. Это что, редкое качество, да? Ты их пережила достаточно сложно, насколько я понимаю, да? Ну, чуть-чуть помучилась. Вот эти вот сопли, слюни, как эти, настроение суицидальное, когда ты сидишь, о боже, нет. Такие были настроения у тебя? Ну, были. У всех были такие периоды в жизни. Всем казалось, что этот мужчина, это именно тот. А если без него, то я не буду жить. Были, конечно. Вот после этого я, понятное дело, все время на стрёме. А ты как-то себя наказывала за вот эти вот неудачи? За какое-то одиночество в каком-то смысле? Ну да. На дорожку и вперед. Два часа спортзала, да? Да. Три тренировки в день. Да. Для меня спорт давно перестал быть просто физической нагрузкой. Это мой образ жизни. Это необходимость моего тела и, наверное, даже эмоциональная необходимость. Мы становимся менее восприимчивы к ежедневным проблемам, потому что, когда мы воспитываем сильное физическое тело, мы воспитываем сильный дух. Ну, физическая боль — это прям вот ты бежишь, а ты говоришь, нет, надо еще, вот еще немного. И ты все равно чувствуешь вот это вот физическое истощение плюс подъем. Странно описать, но вот именно до такого состояния я тренируюсь, когда у меня есть потребность. Ты не плакала сколько лет? Я не плакала уже очень много лет, и мне от этого тоже плакать хочется. Ну, то есть, ты понимаешь, вот, кстати, я сегодня всплакнула, я очень берегу эмоции, я не знаю для кого. Я взяла сейчас паузу, ну, не сейчас сделала паузу, а несколько лет назад уже, вот, и сосредоточилась на карьере. Слушай, у меня это получается, и ты поверишь в то, что я, допустим, от успеха, да, от работы получаю такое же удовлетворение, если бы я, не знаю, приходила домой, видела там любимого мужчину. Да, конечно. Вот. И наличие двух детей, наличие мамы, людей, за которых там работают на меня, я за них ответственная. Я должна до пятого числа заплатить пять зарплат. Пять зарплат до пятого числа, каждый месяц. Поэтому у меня есть о чем думать, кроме того, что меня сегодня никто не выйдет. Вообще, что для тебя секс? Важен он? Имеет какое-то фундаментальное значение? Конечно. Имеет. Имеет. Потому что у меня сложилось мнение, что тебе вообще секс не нужен. Нет, он мне очень нужен. Или ты? Он мне очень нужен, и я точно знаю, что я умею им заниматься, но пока я не почувствую, что человек, ну вот, блин, я не знаю, это должно исходить изнутри. Я не могу просто, там, типа, выбрать или, там, заказать себе этого мальчика по вызову. Это все физика, она мне не интересна. Первая любовь. Первая любовь. Так, первая любовь. Слушай, а была ли у меня вообще первая любовь? Мне кажется, я все равно до определенного момента избегала мужчин. Вот, они для меня были опасность. Опасность и все. Я очень люблю своего старшего брата. Он всегда был моей защитой, моей опорой. Знаешь, когда есть такой человек, тебе не нужно искать кого-то. Он спортсмен, он баскетболист, но это мой ориентир на идеального мужчину, любящего мужа. Я смотрю на их семью и восхищаюсь, потому что и он, и его супруга, они просто для меня вот счастливые люди. Они при всех возможностях, они живут на Троещине, им нравится. Я помню за показ на Ukrainian Fashion Week платили 8 долларов. Блин, ну, за выход. Но когда ты делаешь 4 выхода за вечер и можешь оплатить брату проездной на тренировку. Это очень крутое чувство. Знаешь, как первые деньги, они были очень кстати. Мама относилась к этому с благодарностью. Брат выучился, сделал карьеру. То есть, брат прям по чесноку, два высших образования. Потому что, мне кажется, я вот хотела больше, чем сама учиться. Хотела, чтобы выучился мой брат. Он старше тебя? Да, он старше на один год. Мы по годке, мы очень супер близки с ним. Ну, потому что он умный капец. И у него нельзя было забирать возможность учиться, играть в баскетбол. Потому что он талантливый. Он очень крутой. Тебе хотелось сделать все для семьи? Да. Сейчас я точно так же живу. У меня уже, знаешь, такой навык делать деньги со всего. И у меня это очень хорошо получается. Я смотрела с твоего влога на YouTube, который ты успешно запустила. Ты вообще специалист по определению фейковой сумкой, не фейковой. Я считаю себя экспертом в тяжелом люксе. О, это Констанс в размере 24 сантиметра. Кожа Epsom. Цвет Руж Косак. Пахнет, кстати, она неплохо. Вот что за люди? Не могли уже купить хотя бы одну оригинальную сумку и сделать такую? Это бизнес мой был много лет. Это бизнес твой много лет. Потому что я много делала Hermes показы. Так. И я их хороший друг. Ну, я просто могла прийти и сказать, что я хочу сумку. Ну, то есть это сумки, которые нельзя так просто купить. Если ты приходишь и говоришь, я хочу сумку, они тебя записывают. Если ты уже клиент, ты там ждешь год-два. Твой статус и связи позволяли тебе вот покупать бесконечно эти сумки? И я сначала первое время все меня как лохушку просили. Ой, слушай, короче, эта сумка, вот зайди. Я же думаю, что они от меня хотят. Но я не понимала их ценности. Для меня это была всего лишь вещь, просто которая стоит там 8 тысяч долларов какого-то хрена. А что она столько стоит, я вообще не понимала. Но мне, в принципе, обнал всегда нужен был. Зашел в бутике, купил дорогую вещь. Здесь тебе дают наличное, которое тебе не нужно перевозить, заполнять декларацию. То есть очень удобно было. Сначала это был источник обнала. Вот такие дорогие покупки. А потом я что-то там... Девочка позвонила и говорит, блин, вот ты сумку такую привезла, ты ей отдала. Я говорю, нет, еще не отдала. Она говорит, я тебе дам больше денег. Я говорю, а так можно? Она говорит, да. Я тебе дам вот столько-то. Потому что я такая, подожди. Окей, гугл. А че по Эрмесу? И я села и офигела. Это переросло в мое увлечение, которое было очень выгодно финансово на тот момент. Но поняла, что все-таки, знаешь, ставить свое имя и быть просто обычным там ресейлером, это же не совсем честно, перепродавать сумки, которые ты покупаешь, да? Вот. Я начала увлекаться больше аукционами, где ты делаешь это честно. И вот сама стала, в принципе, крупным коллекционером. Келли или Биркин. Меня так бомбанули. Ограбили квартиру? Да это вот было. Недавно? Да ты что? У меня, знаешь, жизнь с нуля. Вот, потому что у меня не было денег. Полгода вообще не разговаривала. Ну, для меня было самое ужасное, ну, самое то, что я не могла принять. То, что я вроде никогда ни у кого ничего не брала. Даже в долг. Я все заработала сама, и почему вот это у меня забрали? Это же, вроде бы, я никому ничего не сделала. И... Ну, почему у меня это забрали? Это нечестно. Ну, это, знаешь, опять-таки, спасибо этому. Это опыт. Это просто... Я просто настолько заигралась этими всеми часами, сумками. И... Что у тебя это забрали, да? Да, что у меня это забрали. Это тоже классная перезагрузка. Я хочу задать тебе такой вопрос. Ты на шоу у Дурнева? Да. Сказала о том, что на первом свидании можешь потрогать мужчину за член? Я пошла на свидание с парнем, у которого было меньше, чем у моего старшего сына, примерно как у младшего. И вот скажи, пожалуйста... Это может, я редко на них хожу. Ну, вообще могу. Ну, подожди. Это же не то, что мы пришли, сели поесть, и я такая, а ну, слушай, иди сюда, я тебя трогать буду. Ну, нет. Это если у нас завязался какой-то connection. На первом свидании. Ну, на первом, на втором. Слушай, сейчас как происходит первое свидание? Ты неделю переписываешься с человеком. Чаще всего так. Я просто никуда не хожу, и со мной никто не знакомится. Но, ну, редко. Ну, нет. Ну, не знакомится со мной так. Ну, может какой-то, вот смотри, человек начинает мне писать, да? Удержать меня в фокусе внимания неделю, это прям нужно хорошо постараться. Я очень быстро... А что такое постараться? Быть интересным человеком. Это прожить тебя? Нет, прожить не надо. Быть интересной личностью. Общие темы, чтобы это были какие-то... Общие темы, чтобы человек был развит, чтобы он понимал, о чем я говорю. Чтобы он, там, не тупил, там, понимал мой юмор. Тогда на шоу дурнева. Да. Мне показалось или это пролетело? Какая-то искра между вами. Да. Не, искра точно пролетела. Я не против. Ребят, сворачивайся. Поедай. Хороший. Так классно с тобой было. Спасибо. Вообще. У меня такое ощущение, что надо, чтобы что-то было уже. Угу. В жизни он очень глубокий, умный, начитанный, невероятный, классный мужчина, который в первую очередь он бизнесмен. Это вообще вот все, что вот это вот в экране, это не Алексей. Ну, то есть такой бы мужчина мог быть с тобой рядом. Да, конечно. Потому что мне вот интересно, какой мужчина может быть вот сейчас рядом с тобой? Леша мог. Да. Так. Но нет. Я могу, ну, вот Лешей увлечься, но у него не было своего опыта, и для него я это все равно женщина с детьми, тяжелая, грустная, там не знает, что там дети не отяжеляют жизнь, а только делают женщин прекраснее, активнее, жизнерадостнее и дают еще больше силы энергии. Я вообще очень редко смотрю в сторону парней младше меня. Я с ним проведу до сорока лет, а потом он мне в сорок скажет, блин, сорян, но тут такая телочка. А я такая типа, а мне в сорок человек. А какой может быть Наталья Гоцей через пять лет? Блин, я вообще буду супер-мега крутой. В каком смысле? Я точно буду примером для многих. Посмотри, какую нагрузку дает на неокрепшую психику тот же инстаграм, а тикток, а лайк этот, это же просто девчонки, они ориентируются на эти сиськи, писки, губы, вот это вот, вот это вот все. У них неправильный ориентир. Слушай, у меня был период жизни, когда я была телкой, у меня был золотой роликс, я ехала на Бентли, у меня должен был Биркин быть крокодиловый, я сделала сиськи. Вот, вот, вот это вот все было в моей жизни. Сейчас совершенно меняются ценности. Сейчас я, это я, не я вчера. Я достала импланты, наверное, потому что скучно жилось, я шучу. Это грустная история. Ты себе сейчас нравишься? Да, очень, очень. Внешность, внутренне. Внутренне, да, внутренне и внешне. А в личной жизни что будет у Натальи Гоцей через 5 лет? Я буду точно, я точно буду со своим человеком, который со мной на одной волне. Я не хочу включать дурочку, я не хочу подыгрывать мужчине, что да, ты такой умный, класс, ты такой, вот это вот все. Я хочу, чтобы я говорила это искренне. Вот, поэтому я буду точно в искренних отношениях со своим партнером. Ну, он точно где-то есть. Ты без отношений сейчас? Да. Без увлеченности бабочек в животе? С увлеченностью бабочек в животе. А, интереснее, да. Увлеченность какая у тебя? Классная. Да? Да. Долго она продолжается? Нет, всего несколько дней уже не видно. Ты такая вся вообще, да, воодушевленная. Да. Наташ, ты, вот, ты цветущая, красивая. Вот, просто пример для многих женщин. Спасибо, я когда стесняюсь, начинаю голову чесать. И, несмотря на то, что тебе приходилось в своей жизни быть в позиции жертвы, я очень тебя хочу, и сейчас я буду самоплакать. Ай, класс, давай обниматься. Все, я тебе очень пожелаю тебе женского счастья. Друзья, если вам понравилось наше видео, поставьте лайк. Подписываемся на канал и поставьте колокольчик. Хорошо, потому что ведь это интервью было самым искренним. Спасибо вам большое.